Всем привет! Вы смотрите программу «Городской стиль». С вами я, ее ведущая Ирина Шашкова, и мне не терпится рассказать вам самые свежие новости из неофициальной жизни Курска. Стильные летние зажигательные детские. Такие выходные в июле подарил курским детям торгово-развлекательный центр «Манеж». Уикенд стал уже пятым сезонным мероприятием, где презентовали модные новинки одежды и аксессуаров для маленьких и юных жителей нашего города. Если вы по каким-либо причинам пропустили это грандиозное шоу, не спешите расстраиваться. Тренды уходящего лета и грядущей осени в нашем сюжете. Kids Fashion Weekend – событие, не имеющее аналогов во всем Черноземье. На одном подиуме собираются лучшие мини-модели из Курска, Липецка, Рязани, Тулы, Твери, Железногорска, Белгорода, Воронежа, Екатеринбурга и даже Владивостока. Такие выходные становятся незабываемыми как для участников, так и для гостей. Июльский уикенд тоже не был исключением. Даже несмотря на то, что провести его под открытым небом не удалось. Мы очень надеялись на хорошую погоду, но сегодня не сложилось, может быть, это даже к лучшему. Поэтому у нас сегодня почти Open Air. Это опять-таки большой детский интересный праздник для всех, некоммерческий, чтобы детки покушали вкусный конфет, получили подарки. В том числе и самый главный подарок – несколько минут славы. Восьмилетняя Саша Коварева к мечте идет уже год. Ровно столько она растит в себе профессиональную манекенщицу. Я родилась такой, что мне нравится быть моделью. Модель должна быть красивой, и чтобы ей самой нравилось быть моделью. Стать известной мечтает и Даша Парахина. Актриса, звезда, модель в свои семь лет девочка с недетской серьезностью понимает плюсы и минусы медийной жизни, но все-таки готова идти до конца. А вот Степан Колесников в своем увлечении видит другую практическую пользу. Парень уверен, по-настоящему успешный деловой человек должен разбираться в одежде и уметь работать над собой. Это мое хобби. Я очень люблю этим заниматься. Прежде всего хочу стать адвокатом. Ну и соответственно адвокату надо преподнести себя как человеку важному. Фэшн, тренды, аксессуары, макияж, прическа. Несмотря на возраст, этим ребятам не чужды модные и, казалось бы, такие взрослые термины. Здесь все по законам подиума. Прически, которые мы делали сегодня девочкам, они не рассчитаны на каждый день или на какой-то праздник. Они, в принципе, подиумные. Потому что девочки у нас модели, они все хотят быть профессиональными моделями. И они очень серьезно к этому моменту относятся. Беззаботная или расписанная по минутам, проведенная на детских площадках или на подиуме. Каждому свое детство. Но главное, чтобы оно было счастливым. Kids Fashion Weekend отвечает не только этим требованиям. Пока дети наслаждались шоу, их мамы изучали тренды летнего гардероба и, конечно же, новинки школьной формы, которая, несмотря ни на какие дизайнерские решения, грядущей осенью станет главным нарядом. Они наглядно видят на примерах того, что можно приобрести конкретно в нашем городе, конкретно в нашей области, что интересно, что актуально. Мне нравится то, что юбка пышная и еще она мягкая. Я бы в такой форме ходила бы в школу. Я люблю черный белый. Я люблю все, кроме платья. Мне нравится топик и еще шерстки маленькие. Креативное шоу, нестандартная подача модных новинок, килограммы сладостей и незабываемые эмоции. Таким это лето запомнится юным курянам. Дети очень ему рады. Он сытнее, чем поток. Глазероны! Сиропа! К сладким десертам не менее изысканное зрелище. Уикенд завершила единственное в Черноземье шоу трансформеров. Это «Оптимус Прайм». Ты можешь быть? Фото любимого питомца, героя мультсериалов, кумиры и даже портреты. Дизайнер Владислав Толкачев готов подарить вам любое изображение, которое отлично впишется в ваш гардероб и поможет подчеркнуть собственное «Я». Все пожелания и фантазии парень воплощает в дереве. Приглашаю вас на эксклюзивный мастер-класс по изготовлению модного аксессуара с частичкой природы. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Ирина. Владислав, у нас на столе забавные аксессуары, деревянные, цветные. Что же сегодня на нашем мастер-классе будем делать мы с вами? Сегодня мы будем делать и покажем, и расскажем, как сделать вот такой значок деревянный с росписью от начала эскизирования до финального изделия. Сложно ли это и что нам в первую очередь для этого понадобится? В первую очередь нам понадобится желание, воображение и знание технологии, которую я расскажу сегодня. Желание есть, воображение работает, а вот художественные навыки полностью отсутствуют. Досадно, конечно, но не страшно. Наблюдать за творческим процессом профессионала – тоже интересное занятие. И прямо на глазах появляется эскиз будущей броши. Здесь достаточно лишь приблизительно сложить форму и основную идею. Далее, как говорится, дело техники, а точнее специальной векторной программы на компьютере. Отредактировать и обрисовать такую картинку может любой владеющий базовыми какими-то навыками программы и знающий специфику самого оборудования, которым будет резко. Несколько кликов знающей рукой, и все грехи исправлены. Под моим внимательным взглядом Владислав обрисовал эскиз, выровнял линии, задал размеры и сделал цветовую раскладку. Еще несколько минут, и в руках появляются деревянные заготовки. Шлифуем наждачной бумагой. У нас готова уже основа. Как вы видите, нет никаких обугленностей. И далее эти обугленности смола не проступят через краску. Все правила соблюдены. Детали готовы к преображению. Вооружаемся самыми тонкими кистями, достаем акриловую краску и начинаем творить. Точнее, творить будет дизайнер. На себя он берет ювелирные детали. А я только немного помогу. Краску берем достаточно жидко, почти как для отмывок, чтобы вся текстура дерева сохранилась. Аккуратно, осторожно и с большой ответственностью я за несколько секунд затонировал основу броши. Кажется, работу пора сдавать мастеру. Отлично получилось. И текстура дерева сохранилась, и мазков не видно. Задание выполнено. Главная цель достигнута. Дерево осталось деревом. Собственно, в этом и секрет дизайнера. Его аксессуары помогают быть ближе к природе. Сейчас достаточно популярна тема экологичности. Дерево, несомненно, уже актуальный материал, потому что пластик, металл, все эти китайские изделия уже поднадоели всем. И хочется чего-то экологичного, с фактурой, с запахом того же дерева. И, естественно, ручная работа, она гораздо выше ценится, чем шнамповка и однообразные какие-то серьги, кольца. Различные серьги, многослойные кольца, броши, значки, панно, часы, подставки. Список красоты, которую можно сотворить из ароматного дерева, бесконечный. К изготовлению каждого предмета Владислав подходит с художественной точностью и дизайнерским креативом. В первую очередь я выбираю тематику ориентировочно на молодежь, потому что эта тема мне более интересна, чем какие-либо строгие аксессуары. Яркие, кричащие или спокойные и универсальные, но обязательно индивидуальные. Такие деревянные аксессуары станут украшением любого наряда. И пока мы отвлеклись от темы, дизайнер поручил мне еще одно задание – задекорировать серьги, которые можно будет носить как с брошью, так и отдельно. Владислав, ну я ваше задание выполнила. Принимайте работу. Я думаю, все отлично. Окраска, как и сосновая, ровная, без разводов. Текстура видна. Работа над брошью тоже на финишной прямой. Закрепляем краску с помощью матового лака. Сушим. Готово. Владислав, ну я так понимаю, это последние были штрихи, да? Теперь осталось только досушить наши аксессуары, и можно наряжаться и примерять их. Да, конечно. Аксессуар полностью готов к ношению, эксплуатации долгой и приносить радость. Действительно, он будет нести радость, нести настроение и позитив. Спасибо вам большое за такой мастер-класс. Мне приятно, что не без нашего участия в городе Курске появился еще один стильный модный аксессуар, который украсит наряд любой девушки. Пожалуйста, спасибо за приглашение. Как расслабиться после рабочего дня? Где найти силы на достижение поставленных целей? И возможен ли отдых с пользой для ума? У членов интеллектуального клуба 60 секунд, таких вопросов не возникает. Они просто встречаются раз в неделю и прекрасно проводят время в компании друзей, интересных людей и мудрых наставников. Для нашего города это пока еще новый вид досуга. Первая игра прошла 8 декабря, но сразу стала популярной. Мы побывали на 30-м юбилейном состязании и узнали, для чего куряне устраивают себе мозговой штурм. Герой Дэвида Митчелла Назвал ее наркотиком, подрывающим здоровье нации. Согласно современному афоризму, она никогда не смешивается с демократией. Назовите ее словом арабского происхождения. Время. 60 секунд – это аналог известной телевизионной игры «Что, где, когда». Здесь также 6 игроков. Также ведущий зачитывает вопросы. Вот только соревнуются знатоки не с телезрителями, а между собой. Интеллектуальная эпидемия уже охватила тысячи людей в России и странах СНГ. Только в Курске с декабря членами клуба стали более 500 человек. У нас более 30 филиалов по России и еще много филиалов за границей. Корни свои игра берет в Москве основатель Леонид Эдлин. Сейчас игра активно развивается. За последние полгода открылось около 10 дополнительных филиалов. Пошевелить извилинами, устроить стряску в памяти, докопаться до истины. Роман Кузиков в постоянных поисках ответов на вопросы. Изначально неосознанное детское увлечение «Что, где, когда» во взрослой жизни переросло в главное увлечение. Самый ранний ролик по телевизору – это 93-й год. Это была игра команды Алексея Блинова. Этот ролик меня очень пугал. Вот это то, почему я запомнил. Запомнил и спустя почти 20 лет развеял детский страх. 5 июня этого года в составе знатоков Роман умничал на всю страну. Однако, чтобы стать членом клуба «60 секунд», совсем не нужно обладать статусом признанного интеллектуала или быть лауреатом Нобелевской премии. Достаточно просто уметь логически мыслить, быть эруидированным, иметь развитый кругозор и, конечно же, чувство юмора. Все остальное – коллективная работа и опыт. Пустя 30 игр за этим столиком игроки выяснили – все дело в шляпе. Изначально, когда пришли, вообще первый раз, мы не знали, чего ждать, в общем, что будет. Так, ну, интересно было просто поучаствовать. И вот, как-то, изначально мы были не очень, а вот сейчас уже идем в лидеры. Самое интересное в темах, что они не требуют никакой специальной подготовки. Школьные знания, будь то живопись или спорт, или раздатки. Обычные школьные знания. Одна из запомнившихся мне тематика – это была сказка. Интересные были вопросы. Мы заранее, когда делаем анонс для игры, мы всегда делаем какие-то рекомендации. Например, советуем освежить в памяти сказки. Либо это живопись, мировая культура. Поэтому, в принципе, затруднений не было. Все достаточно элементарно и просто. Не верите? Тогда вот вам пример. После преждевременной кончины Джорджа Харрисона обложка альбома «Эбби Роуд» была исправлена. И на фотографии у Пола Маккарни пропала она. Назовите ее словом французского происхождения. Время. Джордж Харрисон умер от рака легких. С фотографии исчезла сигарета. Ловкость ума, логические размышления и ответ всплывает на поверхности. Интеллектуальная игра своего рода спорт. Такая же азартная и в большинстве своем командная. Евгений Новиков, опытный футболист и страйкболист, знает, о чем говорит. Интересно собраться, пообщаться с друзьями, поиграть, поумничать. И там, и там надо периодически напрягать мозги и соображать очень-очень быстро. Игра для целеустремленных. Если выходишь на старт, то обязательно нужно дойти до финиша. Именно в финале рождается истина. Очень нравится, когда человек пытается докопаться до какой-то истины. Когда он, проще говоря, как из детства, пытается отгадать загадку. Во взрослой жизни загадки сложнее, больше, тяжелее. И люди намеренно идут сюда. Это своего рода такой интеллектуальный альпинизм. Этим ребятам до вершины еще далеко. Однако для журналистов не бывает невыполнимых задач. В рабочее время они отвечают на информационные, а в свободное – на интеллектуальные вопросы. Слаженный коллектив со своим оружием. Вопросы тут сформулированы таким образом, что даже надо подумать, чтобы додуматься до сути вопроса. А вообще у нас журналисты, отвечающие за разные темы, это нам помогает. Кто-то силен в спорте, кто-то силен в искусстве, кто-то силен в социалке или в каких-то подкованных исторических вопросах. Поэтому, в принципе, нам удается справляться почти со всеми вопросами. В Курске у молодежи очень много вариантов провести свой досуг. Но этот клуб именно для интеллектуалов. Сюда приходят те, кому есть о чем сказать, кто обладает традицией, не обделен умом, логикой. В общем, все интеллектуалы собираются здесь. А еще эти интеллектуалы бьются умами на всероссийском уровне. 60 секунд не просто местечковые игры. Это клуб, где можно расти и развиваться. Бывают у нас синхроны. Синхроны, они, в чем их принципиальное отличие, они играются по всей России. И подводятся всероссийские турнирные подсчеты, по результатам которых уже награждаются победители. Курск участвовал в таких синхронах, было два. Сомневаетесь в своих знаниях, хотите проверить умственные способности или просто хотите пообщаться, приходите в клуб. 60 секунд – место для единомышленников со своими традициями и приятными сюрпризами. По результатам игры подводятся итоги. У нас есть, награждаются первое, второе, третье место. Также с номинацией за самый смешной ответ и за ответ на самый сложный вопрос. И мы награждаем игроков кончиками, сертификатами на различные развлечения в Курске, кино – очень большой спектр. Поэтому, конечно, вы знаете, я так думаю, они приходят не за подарками, но всегда приятно, когда тебя вознаградят еще за рвение. Мы только за то, чтобы команды развивались, искали вопросы, искали ответы на свои вопросы, ходили к нам как можно чаще и тем самым углублялись в тематику, которую предлагает игра. Ну что ж, мы приложили немало усилий, чтобы вы провели время в компании нашей передачи максимально плодотворно. Почти уверенно это получилось. И прежде чем попрощаться, я напомню, модно не то, что выбирают все, а то, что подчеркивает вашу индивидуальность. Делайте правильный выбор и не забывайте смотреть городской стиль на телеканале СЕЙМ. Пока-пока!